Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я буду готовить домашний хумус. И я предлагаю вам ко мне присоединиться. Не стесняйтесь, пожалуйста, всегда делиться в комментариях своими рецептами. Итак, что нам понадобится для хумуса? Нут отварной, без консервантов, без красителей. Сейчас вот такого формата продуктов довольно уже много продается в различных магазинах. Я приобретаю продукты в основном в магазине Утконос. Он довольно хорошо упакован, вот так спрессован, его можно замораживать, размораживать. С ним ничего не происходит, это уже отварной нут. Буду измельчать его вот в таком обычном блендере. Вы можете любым воспользоваться, который есть у вас. Для приятного вкуса, который мы очень любим, это натуральное оливковое масло Extra Virgin, то есть первый отжим холодный. Я буду немножечко добавлять масло. Доводить до консистенции буду обычной питьевой водой. Также добавлю очень вкусные приправы, которые я приобретаю на iHerb. Ссылочку на скидку всегда вам оставляю в описании ролика. И всегда открывайте, пожалуйста, смотрите, там много полезной информации. Буду чуть-чуть добавлять по вкусу пасты томатной. Подсаливать мы любим использовать морскую соль. В финале прямое решение, нужна ли остринка этому блюду. И тогда уже буду добавлять горчички. Полученную смесь положу вот в такой контейнер и уберу уже в холодильник. Давайте начнем готовить. Вскрываем пакетик. Примерно половину продукта вначале буду прокручивать. И сразу же добавлю свои любимые приправы. Это смесь сезонная овощей. То есть все, что нарисовано вот на этой картиночке, все здесь присутствует. Приправы эти имеют очень сильный вкус, очень сильный аромат. Здесь нет глютамата натрия и нет соли. Добавляем вот столечко чуть-чуть томатной пасты. Ну и чуть-чуть сразу же присолим. Добавляю столовую ложечку оливкового масла. Взбиваем. Если плохо прокручивается, это значит не хватает жидкости. И тогда добавляем до нужной консистентности. Отлично. Первую порцию пробуем. Чувствую, что можно добавить еще, в принципе, ложечку томатной пасты. И для остреньки все-таки добавлю немножко горчички. Каждый раз я импровизирую. Иногда добавляю туда орешки. Иногда делаю это блюдо на овощном бульоне. Можно также делать на мясном для тех, кто любит мясо. Взбиваем. Пробуем еще разочек. Мне уже нравится. Я добавлю немножечко лимона. Так, косточки мне тут не нужны. Замечательный, очень нежный вкус. Перекладываем эту массу и будем прокручивать вторую порцию. Ну вот и все, друзья. Наш хумус уже готов. Ммм, как же это вкусно, ребята. Я думаю, что вам стоит обязательно попробовать сделать такое очень простое вкусное блюдо. Как вы можете его усовершенствовать? Например, для тех, кто любит сливочное масло, вы можете растопить немножечко, размягчить кусочек масла. По объему тот, который считаете нужным. Использовать вместо вот такого оливкового масла. Но самое главное, чтобы у него была вот такая вот густая консистенция, да, кашки такой, которая прекрасно потом намажется на бутербродик. Либо ляжет просто в тарелочку в качестве закуски, в качестве соуса, к мясу или рыбке. Он прекрасно подходит ко всем, ко всем продуктам. Эпровизируйте со мной, готовьте со мной и присылайте свои рецепты. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok